На этом уроке мы проведем морфологический разбор суры «Аннас», «Люди». «Скажи, я обращаюсь за защитой к Господу миров». «Уль» — это фи'алу амри, глагол повеления по модели «фуль» с удаленной второй коренной буквы. В основе должно было быть «укуль» по модели «уфуль». Как мы раньше уже разбирали подобное в суре «Анннаба», глагол «укуль» даму слабую букву «Вау» передали здоровой буквы «Каф», так как слабая буква не постоянно, а здоровая буква больше имеет право на огласовку, чем слабая буквы. Передача огласовки от буквы «Вау» к букву «Каф» привела к встрече двух секунгов «Вау» и «Лама», вследствие чего слабая буква «Вау» была удалена из-за этой встречи двух секунгов. После чего у нас осталось «укуль» после удаления «Вауа». Дальше уже удаляется «хамзат-н-восли» – соединительная «хамза» из-за невостребованности, так как она нужна была для того, чтобы слово не начиналось с «укуна», с «укунированной буквы». Раз мы передали огласовку, то этого не произойдет, так как «Каф» получил огласовку. Из-за ненадобности эту «хамзу» удаляют, после чего у нас остается «укуль» по модели «фуль». Это можно объяснить и другим, более легким методом. Как известно, форма глагола повеления «фи'ль-амрин» образуется от формы настоящего будущего времени «альфи'ль-мудари». Значит, «куль» образован от глагола «такулю», а в основе от «такулю». Как мы уже говорили, здесь у нас слабая буква «у» имеет огласовку. А предшествующая ей здоровая буква «сукунирована», поэтому мы передаем огласовку «уау» в букву «каф», и у нас получается «такулю». Дальше образовывая от него форму повеления, в соответствии с правилом мы удаляем харф «аль-мудари», то есть букву «та», которая была добавлена при образовании формы «аль-мудари», формы настоящего будущего времени. После чего пока что получается «кулю». Затем мы сакунируем «лам» на конце глагола, так как окончание глагола повеления такое же, как и у глагола «аль-мудари», приходящего после фактора «джазма», то есть усечения. Как «лам-та-куль масла» «лам-та-куль» в основе. У нас пока что получается «куль», что приводит к встрече двух секунд «вау» и «лама», вследствие чего «вау» удаляется, и у нас остается «куль». Остается сказать, что глагол «кал-я-куль», от которого и образован глагол «куль» это «фиалун суласиин муджарудун», трехбуквенный глагол в основе, без добавления. «Гойру сахихин, гойру сальми» – нездоровый, неправильный глагол. «Аджуфу» – глагол, у которого вторая корневая буква является слабой буквой. Следующий глагол – это у нас «ауузу» по модели «афулю». В основе было «ауузу». Здесь точно так же, как и в предыдущем глаголе огласовку слабой буквы «ау» передали здоровой буквой «ау», после чего у нас осталось «ауузу». «Ауузу» образован от глагола «аууза» в основе. «Аза» и «ауузу», «аууза» и «ауузу» в основе – это порода «фаула» и «яфулю». «Аза» или «аууза» в основе – это фаулин суласиин муджарудун вайру сальмин вайру сахихин – трехбуквенный глагол без добавления. Неправильный, нездоровый глагол. Так как его айн – его вторая корневая буква является слабой буквой «ау». «Бирабби» – «альба» – это харф, а значит, не будет здесь рассматриваться, не рассматриваться наукой сарф. «Рабби» – это имя по модели ассифа тальмушабба, по модели имени предлагательного, подобленного имени действователя по форме «фаулин». Основой «рабб» является «раббун», образован от глагола «рабба» и «раббу» – «раббун». Первая из двух однородных букв сакунирована, что является причиной обязательности идхама, то есть удвоения. «Раббун» – это «исмун суляциюн муджарудун сахихун» – трехбуквенное имя без добавления, то есть первообразной формы, сахихун, так как здесь нет слабых букв. Однако это имя «гойрусальмин», так как это «мудуав», то есть имя, у которого «аин и лам» и его вторая и третья корневая буквы являются однородными. «Аннас» – это «исмуджаман» – имя множественного числа, то есть это имя, обозначающее множественное число, но не имеющее своей формой единственного числа, хотя есть имя, имя единственного числа «инсан», обозначающее его смысл в единственном числе, но не являющееся его формой единственного числа. Есть разногласия насчет того, что является основой этого имени. Так, некоторые считают, что «нас» в основе было «унасун» по форме «фуалун», затем «хамза» вначале была удалена для легкости, после чего у нас осталось «насун», а после добавления «аль» вначале стало «аннасун». Другие считают, что «нас» взят от глагола «насъянусу» бима'на тахаррока, в значении «тахаррока», то есть «двигаться», «совершать движение». В этом случае получается, что в основе у нас было «насун». Буква «уау» имеет огласовку, а предыдущая буква огласована «фатрой», что привело к замене «уау» на «алиф». Значит «насун» получается, что это «аджвов», так как его средняя буква является слабой буквой. Они говорят, что на это указывает и его форма «тасгыр», уменьшительная ласкательная форма «нуайсун», где проявилась слабая буква. Есть и другие варианты, но мы ограничимся этим. Аллаху алам. Субтитры создавал DimaTorzok